Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сангейтс продолжает свою программу. Сегодня 9 января 2017 года. Время в Чикаго полдень, 12 часов дня. Ну, а в Москве в этот час... Нет, вы знаете, время в Чикаго уже 13 часов. То есть, час дня, а в Москве 22 часа. И у нас на связи Александр Алимов, энергетический и целитель, и учитель. Александр, здравствуй! Рад приветствовать в эфире. С Новым Годом! В этом году мы не встречались. И, дорогие друзья, те, кто нас слушает, и вас, естественно, с Новым Энергетическим Годом! И сегодня у нас тема очень интересная, очень большая тема. А потом у нас в конце программы будет объявление, очень любопытное. Мы с Александром вчера немножко побеседовали. И я полагаю, так будем потихонечку объявлять о неком событии, которое у нас скоро наступит. Ну, а сейчас надо озвучить нашу тему сегодняшней беседы, сегодня эфир. Единственное, что я хочу напомнить, у нас есть способ общения. Ну, во-первых, с Центром Сангейтс и с Александром Алимовым. Это скайп. Сангейтс 1.0.8. Кто имеет, скажем, в контактах наш скайп, может задавать вопросы вот прямо в живом эфире. И мы сегодня будем говорить о так называемых контактерах. Кто они такие? И первый вопрос, Александр, наверное, к тебе. Являешься ли ты сам контактером? Я думаю, что да, потому что на самом деле, когда-то я думал еще, когда первый раз познакомился с Эрвеем, я думал, возможно ли вообще обучаться, не читая книг и не обучаться у физических учителей. То есть, как оказалось, можно, получая непосредственно знания от высших учителей. И поэтому я также себя предписываю к контактерам. Сейчас, конечно, модное название ченнелинг. И очень-очень много вижу это в социальных сетях. То есть, ребята молодцы, которые передают определенную информацию, которые имеют также контакт, так же, как и я. Да, у меня узконаправленная, можно так сказать, специальность. Потому что я передаю лично только мне знания. Да, уже я непосредственно эти знания сначала пробую на себе. То есть, я их проверяю. И через определенный свой опыт, то есть, только тогда я выношу это миру. Понятно. Ну, у меня вот такой странный, может быть, на первый взгляд, вопрос. Дело в том, что у нас сегодня в студии находятся еще два человека. А один из них, если он захочет, он сам задаст такой вопрос. Но вот этот человек, о котором я говорю, он сам по своей специальности психиатр. Не кажется ли тебе о том, что те люди, которые называют себя контактерами, они находятся в какой-то, мягко говоря, иллюзиями? И вот, как бы, им снится это, что ли, или им чудится о том, что они с кем-то беседуют, с какими-то высшими силами, принимая сигналы из космоса, в общем-то. Сам являются чуть ли не профитами. А как ты считаешь? Зачастую, как я уже говорил как-то в предыдущем даже, в первом нашем эфире, открытие способности открывается у человека, может, в тот момент, когда он даже понервничал, да, он сконцентрировал энергию внутри себя, энергия начала скапливаться, и это произошел в эффект некой бомбы. Да, и вот эта взрывная волна этой энергии, да, начала активировать какие-то определенные зоны, участки мозга, чакровые системы, уровни подсознания и так далее. То есть для меня, я понимаю, почему психологи называют нас недалекими людьми, да, потому что, наверное, многие действительно... Наоборот, называют далекими. Ну, и далекими, и недалекими, но многие зачастую как раз идут в вея, ну, то есть они уверывают в слепую. Вот это как раз ошибочное мнение о пути непосредственно. Да, я же привык все проверять. Я расскажу небольшой пример, ну, наверное, как можно после такого не видеть. У моей подруги, ну, мы когда-то общались, у нее один клапан сердца стерт. Ну, я не буду с научной точки зрения как-то говорить. Да, проблемы, в общем, у нее с сердцем. Вот. То есть она заболела непосредственно, простудным заболеванием заразилась от сына. Вот. И как только она начинает пить таблетки, это сразу бьет на сердце, и вызывают скорую, капельницу ставят и так далее. То есть... Ну, и она мне как-то написала, пожалуйста, говорит, можешь что-то сделать? Я говорю, давай попробуем, я ничего не обещаю. Вот. Я провел процедуру непосредственно. Да, на следующий день она мне тут же с утра, уже рано утром, пишет, все хорошо, все здорово, все замечательно. Да, конечно, в тот момент я погрешил на таблетки, потому что, как любой разумный человек, я подумал, скорее всего, она попила, и все. Да, потом, когда начал у нее узнавать, она говорит, нет, я всегда болею, как минимум, три недели. Вот. Потому что с такими проблемами быстро выздороветь невозможно. Потом как-то она еще раз ко мне обратилась. Опять. На следующий день тот же эффект. Потом уже совершенно другой человек обратился. Да. Потом ситуация изменилась, когда, к примеру, я уже начал лечить ментальным телом. Ну, представьте, я думаю, что бывший сотрудник спецслужб, ну, такого человека невозможно обмануть. Согласны? Да. Не знаю. Имейте в виду, какой страны спецслужб? Ну, нашей страны. Я думаю, что таких людей невозможно обмануть. Но после того, как он просто испытал на себе мое ментальное тело, да, он вышел с большими глазами, с крупным недоумением, как так, как такое возможно. Поэтому здесь только через опыт. Если ты видишь, что есть результат, то как в это не верить? Понятно, что на первых этапах у тебя к самому к себе находится скептицизм. Да, потому что ты себя проверяешь. Ты проверяешь те знания, которые к тебе пришли, ты проверяешь себя, проверяешь свой опыт. Да, но когда ты видишь постоянно результат, а отрицательный результат тоже результат. И у меня отрицательный результат был единственный раз, когда я три раза старался сделать так, чтобы человек меня почувствовал, мое ментальное тело, он ничего не ощущал. То есть я тогда помню, разозлился очень сильно, то есть как так, ну, давай еще раз, давай еще раз, и каждый раз. И я не понимал, в чем проблема. Я обратился опять же к своему учителю, говорю, почему. Да, он мне объяснил уже потом ситуацию, по какой причине у человека очень низкая чувствительность. Из-за этого он меня ощущает. Но когда этот человек присутствовал на моем ретрите, я специально его пригласил, чтобы он посмотрел на других людей, там было много людей у них незнакомых. Ну, когда они сами испытали на себе, и сказали ему, ну, как бы, сомнение у этого человека тоже, не думаю, что отпало. Понятно. Хорошо. Саша, ну, последний вопрос, наверное, в связи с тем, то, что мы сейчас говорим, а потом мы уже непосредственно к контактерам перейдем. Есть ли смысл, скажем, подвергать себя? Вот человек хочет тоже, ну, не знаю, раскрыть себе какие-то способности, и существуют для этого разные методики. И одна из методик, особенно это в Южной Америке, это люди пьют некоторую жидкость, которая там имеет свое название, и она производится из лиан, из кактусов, ну, кастанеда это, пиотль называется, ну, и так далее. То есть, когда-то в Соединенных Штатах были испытания, потом их запретили, эти испытания, потому что это уже стал называться наркотиком, ЛСД, ЛСД. То есть, небольшие дозы этого препарата, очень небольшие дозы препарата, дали, возможно, человеку расширить свое сознание настолько, что он там, ну, то есть, как в фильме «Луси», допустим. Понимаешь, да? Вот об этом я говорю. Есть ли смысл, допустим, ехать в Южную Америку и пользоваться вот такими психотропными, можно сказать, средствами? Я бы сказал так. Состояние, наверное, полной осознанности позволяет тебе уйти от множества ошибок. Если ты действительно внутри себя чувствуешь, что дух тебя тянет, да, и ты, как бы, можно так сказать, в этом убеждаешься каждый раз, значит, наверное, стоит, потому что данные техники, они стары как мир, да, потому что все развиваются по-разному. В основном это в шаманизме идет, да, то, что люди там и курят различную траву, и пьют различные напитки, и грибы едят, и так далее. То есть это существует очень давно, то есть еще за пределы, когда была совершенно там медицина и так далее, современная, то, что мы называем медициной. Поэтому многие по этой методике разбываются. Я не вижу здесь, как бы, ничего плохого, самое главное, узнавать про этого человека, кому ты хочешь поехать, чтобы это не навредило тебе. Насколько это грамотный специалист, насколько он будет тебя контролировать, потому что человек, который имеет перед другим ответственность, это вот самый главный, наверное, момент. Потому что такие моменты, ну, в такие моменты, надо понимать, ну, как, надо и понимать, и пытаться довериться человеку, открыться ему, то есть, да. А если ты в этом не уверен, ну, как такое возможно, да. Потому что сейчас очень много людей, которые вот именно что говорят, очень много говорят, но они на практике не испытывали это, они не проживали это, не прочувствовали, они много читали. Да, в этом их сила. Они умеют мотивировать, они умеют правильно говорить, говорить правильные термины, но как таковое они не умеют совершать это на практике, потому что это очень долго. Этому надо действительно учиться. И не один месяц, и не два, там, и не три. То есть, ну, буквально у меня был пример сегодня, да, мне написал парень, попросил там посоветовать кого-то, я посоветовал, и он мне пишет, вот я посмотрел, как бы, вот методики, там, чакровой системы, мне нужно их изучить. я ему пишу, ты понимаешь, что изучить даже за пару дней невозможно, пока ты не начнешь, когда ты на себе не прочувствуешь это, когда ты с практиками, совершаемыми, не будешь видеть результат, вот тогда, как бы, да, ты будешь понимать всю эту систему полностью, тогда ты будешь испытывать это на себе. А про читах просто ты не поймешь ничего. Поэтому как-то так. Понятно. Ну, хорошо, давай тогда поговорим про контактеров все-таки. Ну, про контактеров. Такие люди, ну, сейчас, как я уже сказал, приняты ченнелинг, опять же, иностранное название, ну, для нас, для русских. Вот. Такие люди были всегда, в древности были, в основном они были при каких-то царях, властителях. То есть, такие люди находились, которые рассказывали там будущее, давали знания определенные, делились людьми этими знаниями, делились знаниями сокрытыми обществами. В наше время такие люди есть, которые также работают. Ну, я думаю, спецотделы есть в каждом государстве. Это признанный факт. Да, вот как раз психологам, как они тогда могут объяснить тот факт, что такие люди находятся при наших властителях, нынешних. Вот. Если в нашем мире нету мера развития, то есть, ну, это с научной точки зрения, нет его, да, с нашей есть. Потому что многие сейчас говорят о науке, но что было раньше, наука или развитие? Я считаю, что развитие, потому что наука уже появилась после. Вот. А контактеры были всегда. И сейчас вот я стал очень много замечать, то, что идет много информации, передается она через различных людей. И эта информация как таковая не несет знаний. Для меня что знаний являются? Для меня не просто информация, да, а информация плюс определенная последовательность, как нужно делать, что нужно делать, да, определенные практики. Вот тогда это будут знания. Тогда мы будем совершенствоваться, тогда мы будем становиться лучше, тогда мы будем развиваться. А сейчас зачастую я смотрю больше как раз психологи работают над этим. Потому что когда начинаешь настраиваться на того или иного чайнилинг, я не говорю, что все. Нет. Я смотрел только пару людей, которые как бы о себе как-то заявляют. Да, я не увидел, то есть у человека развивающегося, даже который имеет контакт, у него аура другая. У него верхний канал, отличается от обычного человека совершенно. То есть это сразу видно. И видно не нашим зрением, да, а видно зрением, ну, его называют еще третьим глазом, да, когда ты находишься вне своего тела, ты ощущаешь, что ты видишь. Но таких людей я не увидел среди них. Зачастую сейчас это превратился в некий бизнес, популярность, известность. За этими людьми следует. Но следует куда опять же определенно? Я не хочу ни в коем случае обидеть таких людей. Я просто хочу призвать их к тому, что рано или поздно за все наши совершенные поступки мы будем расплачиваться. в этой жизни, в следующей, неважно. И, как говорил Будда, лучше идти по срединному пути, не сворачиваясь с него в правое время, захотя в тупиковые ситуации и оставаясь там очень надолго. А лучше идти по срединному пути, прямо, не сворачивая никуда. Да? Потому что такие ситуации, ну, и даже вот, если говорить о хроническом цикле, ведь нам дается выбор. Там не прописана четкая последовательность, что вот мы должны четко это отработать или нет. Там говорится о том, что у нас есть выбор поступить так, либо пойти другим путем. И как раз через переосмысление наших поступков мы можем проходить эти этапы, преодолевая их. И они не будут переходить на следующее наше воплощение. Да? А ребятам, которые все-таки получают, у которых есть контакт, я бы хотел бы посоветовать, чтобы они информацию воспринимали более четче. Но для того, чтобы воспринимать эту ситуацию четче, они должны поговорить со своими учителями, которые дают эту информацию. Потому что зачастую, встречаю мнение, и это мнение имеет место быть, оно действительно правдиво, что многие люди считают так. Вот почему у одного контактера одна информация, у другого другая, у третьего еще, и они, ну, эти информации могут противоречиться совершенно друг другу. Да? Либо вообще уводить. Здесь как раз вот вы как-то в одном из ваших эфиров, вы говорили о том, что мы рассказывали о контактере, который перед совершением контакта даже устраивал некое такое, то есть он вложил различные предметы, чтобы усилить поступающий сигнал. Но этого все равно недостаточно. Почему? Потому что нужно будет трансформировать как и свой мозг, так как и канал, и энергетическое ваше состояние, это тоже, но от этого зависит поступление качественной информации. Это то же самое, что мы сейчас возьмем компьютер, который были, помните, вот в старых фильмах мы видим компьютеры, которые там занимали целые комнаты, да, и взять современный компьютер. Ведь человеку хочется получать качественный продукт, мы сейчас его получаем, да, но может быть через 10 лет мы будем думать, что мы получали некачественный продукт. Здесь то же самое. То есть подобные люди должны понимать, что качество информации будет усиливаться, и эта информация будет идти более качественно, если они будут развиваться сами. Они будут преследовать только одно пути, выдавать сразу информацию, не проверяя ее совершенно никак. Да? Я как раз тем самым хочу посоветовать таким людям, спросить у своих учителей, пусть они им дадут практики, которые позволяют, да, потому что зачастую слышу, без повышения частотности мы не можем воспринимать наших учителей. как раз и учитель для этого и нужен, чтобы он давал вам знания. Вы использовали эти знания, вы совершенствовали себя, развивали себя. То есть наш переход не будет вот так вот мимолетом, раз через смерть. Да, у многих это пройдет через смерть, но у большинства это будет не как смерть выглядеть. Да? Чем непосредственно я и занимаюсь. Вот. И еще что хотел бы добавить, то что из-за вот такой информации, которая, ее даже называют, сейчас секунду вспомню, не уже даже информация, как-то, ну, назовем это, назовем ее тупиковая информация, да, к примеру, которая ведет за собой людей, да, определенную группу людей, этих последователей все больше и больше и больше и приводит к тому, что люди упираются в некий тупик. Да, потому что информация была нечеткая, человек, который получил ее, тоже не старался развиваться, он получил этот контакт, он смирился с этим, он возрадовался с этому и все как бы, и дальше он не развивается. Ведь знания для того нам и нужны, чтобы мы шли по уровню развития, чтобы мы делились с людьми знаниями, вот, а не искажали информацию и передавали людям свои какие-то дополнения, свои мысли. Это даже не то, что было передано, а доработано человеком, у которого нечистый канал, получение информации, соответственно, нечистая, ему приходится дорабатывать от себя эту информацию, выдавать миру. Я понял, Саш, ну, в какой, сейчас же люди пользуются, ну, своими способностями, в данном случае мы говорим о контактерах, для каких-то определенных целей, и люди к ним обращаются, люди верят, те, которые не обладают понятными способностями, они спрашивают их советов, более того, они могут болеть, они обращаются к ним, как к целителям, как определить, настоящий ли это контактер, как определить, ну, что, значит, надо проверять, а как, еще раз повторяю, а если сам контактер находится в заблуждении, он считает, что он контактер, он считает, что он принял информацию, а на самом деле эта информация может быть, ну, наполовину будем так правильная, или вообще даже неправильная. Ну, я бы сказал, наверное, начал бы с чего, наверное, контактерам стоит задуматься, кто дает эту информацию, ведь они не видят, это я вижу своих учителей, да, потому что я имею возможность выхода ментального тела, да, и видеть своих учителей, но даже ментальным телом я развивал свое видение, то есть мне давали специальные практики, чтобы я мог их видеть и ощущать, да. Проверка учителя идет таким образом, как мне объясняла моя подруга, я уже о ней говорим, немножко, которая 20 лет, контактер, она действительно как ходячая книга, это задавая вопросы, и ты ощущаешь получение качественных ответов, если это вода, то есть это набор слов, но не какой-то конкретики, если нету последовательности, которую учитель тебе прописывает, то я думаю, что это не знание, это даже не контакт, это может как раз идти из уровня психики, это может идти даже иногда люди путают контакт, когда человек высвободил информацию из уровня подсознания, да, и получается нынешнее, ну как, прошлое воплощение накладывается на нынешнее воплощение, то, что называется психология разнояния личности, это как раз и есть, то есть прошлое воплощение накладывается на нынешнее, да, еще в религии это называется, ну, зачастую люди, как получается, одержимы, а на самом деле настраиваешься на эту ситуацию, понимаешь, что с человеком все нормально, только он высвободил, получается, уровень, уровня своего подсознания, прошлое от своего воплощения, его тело не было готово к этому, и получается прошлое воплощение наложилось на нынешнее воплощение, пошло разлоение личности, а тело то не готово, поэтому я, например, развиваю и тело, и все, и все остальное, потому что я испытываю такие трансформации, при которых я бы уже давно становился и действительно попал бы в психиатрическую больницу, что зачастую вижу очень часто, потому что у людей нет четкого понятия, как должно проходить развитие, они спешат, они не очень сильно спешат, эта информация их поглощает, и они хотят большего, 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 то есть они не контролируют себя в этот момент, это самое плохо, а когда человек обращается за помощью контактеров, наверное, стоит побольше позадавать вопросы, да, и ты поймешь, действительно ли качество ответов, которые ты получаешь, оно правдиво, если, опять же повторюсь, если человек говорит поверхностно, говорит водой, водой, ну, я так просто называю, вода, вода, это набор слов, не имеющих конкретики, то это не ответ, это не знание, это, ну, понятно, понятно, иногда, конечно, можно, то, что используется в психологии, и сейчас распространено, и даже не в психологии, я вижу, как многие гипнотизеры выдают себя зацелителя, то есть, непосредственно, они пользуются своими знаниями и способностями, да, и убирают якобы видные проблемы, влияя на человека, но проблемы у человека не уходят никуда, они остаются, то есть, идет некое просто внушение, вот, поэтому я бы посоветовал человеку даже не относиться со скептицизмом к этому, а задавая вопросы, ты поймешь, насколько грамотен тот человек или тот учитель, который тебе дает это знание. Хорошо, ну, давай мы оставим в покое тех людей перспективных или там, которые собираются стать, или которые уже есть, давай мы поговорим о тебе, Александр Алимов, ну, к тебе обращаются люди, во-первых, ты их обучаешь, более того, ты их еще и исцеляешь, как часто ты пользуешься своей способностью входить в контакт с высшими сферами и оттуда черпать информацию, ну, я могу привести пример, может быть, не этот пример, такой, был такой человек, его звали Эдгар Кейси, американец, ну, многим известен, спящий порог его называли, и было достаточно много, называется хроники Акаши, Акаши это эфирный слой на санскрите называется, и он, когда к нему приходили люди, он входил в состояние, измененное состояние и брал из этого слоя информации, брал ту информацию, которая была нужна, чтобы помочь этому человеку, много там было интересного, вплоть до того, как я помню, там лекарство находится там в шкафу, и сам аптекарь не знал, что там находится это лекарство, он говорит, у меня нет такого, а клиент говорит, да вот находится там, 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 и он с удивлением, с ужасом даже обнаружил действительно это лекарство, которое он понятия не имел, что оно находится, и вот это лекарство спасло, допустим, там, человека, это правда, это возможно, и ты этим пользуешься? Да, но вы спросили, как часто я общаюсь с вами, учителя, это происходит каждый день, с утра, прости, я перебью, это и есть, называется, контактерство, с ними надо тебе, для тебя надо с ними общаться, для того, чтобы брать у них информацию, и, ну, учиться у них, короче говоря, вот это называется, допустим, как ты пользуешься своими способностями? Я получаю сначала знания для себя, то есть, я один раз проводил, только когда у меня был ретрит в Москве, я проводил именно прямой ученик со своим учителем, это был единственный раз. Давайте мы, для наших, для тех людей, которые, да, для тех людей, которые, я прошу прощения, перебивая, для тех людей, которые не знают, допустим, о чем идет речь, имеется в виду учитель, который не находится в физическом теле, правильно? Это учитель, который, то есть, это, это, это в лучших сферах, да, это сейчас, сейчас мой нынешний учитель. Это энергия какая-то типа, да? Да, это огромная, мощная, сильная энергия. Я долго его ждал, на самом деле, и я давно хотел, поклониться этому учителю. И происходит это как? То есть, в день я трачу 6 часов, вот, я сейчас возобновил свои 6-часовые практики, в день, то есть, с утра я сначала, ну, у меня 3-4 часа уходит, разминка, то есть, тело непосредственно, там, йога, да, потом практики, и потом только медитация. Медитация, это там 40-50 минут, да, и непосредственно в медитации у меня так же происходит практика со своим учителем, потому что я переношу свое ментальное тело в высшие сферы, опять же, кто не видел раньше эферы, это не находится на нашей планете, это не находится даже в нашей галактике, там, это за пределами. Да, я переношусь туда, и непосредственно там у меня так же происходит практика. Вот. Я понял, я понял. У нас время, так сказать, движется вперед, как мы знаем, более того, налетит, это очень интересная передача, и, естественно, много вопросов и у меня, и у моих друзей, которые находятся здесь, в нашей студии, не сомневаюсь, у них есть вопросы, но, дорогие друзья, сейчас, обращаясь к нашим радиослушателям, я хочу сказать, что мы будем продолжать именно эту тему, контактерство с Александром Алимовым, и мы должны подойти к тому, то, что я уже объявил в самом начале программы, к некоторому событию, и сейчас мы вот об этом поговорим. Перед тем, как мы вот об этом скажем и закончим нашу программу, на сегодня у меня есть такой вопрос по ассоциации. В Бразилии проживает очень известный человек, который 50 лет работает в госпитале, этого человека зовут Джонат Бога, если говорить, переводить его имя на русский язык, Жоао Де Фарье, или Джан Афгат, и он исцеляет людей, он известен во всем мире медиум, и он говорит о том, что через него работают высшие, скажем там, люди из высших, ну, не люди, существа, не знаю, энтити, это называется по-английски, духи, и некоторые из них, это Иисус Христос, король, царь Соломон, известный доктор в Бразилии, почитаемый, известная святая, Санта-Рита, ее зовут, многие известные люди, которые известны всему миру, и те люди, которые туда приезжают, и врачи, которых туда приглашают, ничего не могут понять, как это все происходит, потому что, ну, просто по всем канонам, по всем показаниям медицинским, они уже давным-давно должны были умереть, они, более того, они живут, здравствуют, и очень неплохо себя чувствуют, и он это делает, так сказать, при большом скоплении народу, и в день, бывает, принимаются, ну, есть особые дни, в праздники, до 4 тысяч человек в день, он принимает в день. Я там был не один раз, и мне интересно твое мнение по этому поводу, это та же самая система, скажем, ну, условно говоря, та же система, которой пользуются ты или другие контактеры, целители, или это что-то другое, потому что он, медиумы, это те люди, которые предоставляют свое тело в пользование этими духами, они входят в определенное состояние, они ничего не помнят, то, что происходит в данный момент, идет общение, ну, скажем, человека, ну, вот был такой фильм, у вас в прокате назывался он призрак, да, Гоуст, и там в Упи Болбрэк была такой вот женщина, которая медиум, так вот твое мнение по этому поводу. Ну, вот, как вы только начали говорить о духом человеке, я настровался на него, действительно, у этого человека есть контакт, контакт с астральными сущностями, я бы назвал это так, в астральном плане также есть непосредственно учителя свои определенного уровня, да, потому что из астрального плана, когда сущность развивается, а развитие происходит через воплощение на Земле, наработка определенного опыта, потом опять получается тело умирает, да, и так идет эволюция даже учителей, они переходят с астрального на ментальный уровень и так далее, то есть, да, действительно, у этого человека есть контакты, действительно, его ведут, и это две сущности, это не Иисус, вот, потому что Иисус сейчас воплощен в теле человека, он долго не воплощался. То есть, второе причастие Христа уже состоялось? Ну, я не буду говорить сейчас о том, почему он так долго не воплощался, потому что религиозные люди очень воспримут это в штыки, то есть, для меня лишь это просто информация, потому что мне было интересно, что если он на самом деле стало, и почему, и где он находится, почему я его не встречал в лучших сферах, да, как мне, ну, хорошо, ладно, если уже коснулись этой темы, то есть, он когда-то, это действительно был высший учитель, один из высших учителей, и его пришествие последовало как раз уровню развития человека, он должен был привнести определенные знания нам, но он дал знания для быстрого воплощения, то есть, как сказать, вознесения, и давал он не то, что мы сейчас читаем, совершенно не то, это были определенные тексты, и через этот текст энергетически был заложен быстрое вознесение, и представьте, как там отреагировали на это, то есть, представьте, если сейчас все люди вознесутся резко, это же будет изменение системы, даже учителя очень редко но приходят на нашу планету для того, чтобы воплотиться, наработать определенный опыт, принести знания, и опять уходят туда, потом проходит определенный период, они опять возвращаются, то есть, именно создателем и была создана такая система, что мы эволюционируем через наработку опыта, а нарабатываем опыт мы в физическом теле, но также можем не только на этой планете, потому что существа живые с физическими телами, можно так сказать, есть не только на нашем планете, это действие плата, и мы рождаемся на других планах, поэтому этого человека нет именно контакт с Иисусом, потому что как-то моя подруга, она тоже медиум, мне сказала о нем, но сначала я немножко похихикал, у нас такие своеобразные отношения, но я очень уважаю, мы друг друга дополняем очень сильно, потому что заставляем каждый раз в друг дружке усомниться, но в своих знаниях, мы постоянно бежим их проверять, можно так сказать, и вот совершенно сегодня, я вчера сдался эту мысль про Иисуса, и сегодня я пошел заниматься и спросил у своего учителя, а действительно было ли вот так, вот так, вот так, да, или было как-то по-другому, и где он сейчас, и как он мне сказал, он действительно сейчас воплощен на земле, его долго не пускали, сейчас задача совершенно в другом, то есть он может сказать, немножко сдвинулся по уровню развития, и сейчас он нарабатывает определенный опыт, это совершенно обычный человек, и он не будет проявлять свои способности, хотя он на них знает. Понятно, ну, если мы все-таки возвратимся не к личности Иисуса Христа, а к личности этого Джона от Бога, как его называют, ну, он уже достаточно немолодой, будем так говорить, человек, может быть, еще и не очень старый, но в самом случае люди туда едут, поскольку это уже, ну, традиция, уже столько лет продолжается, 50 лет, как ты считаешь, есть ли смысл, допустим, ехать туда? Это первое, а второе, долго ли это может продолжаться все-таки, ну, возраст, есть возраст, и способности есть способности? Ну, у каждого человека определено свое время, я думаю, что лучше не знать это время, я когда-то многим интересовал, сейчас уже не интересую, по ряду причин своих, как бы, потому что мое мировоззрение изменилось. То есть, какое-то время еще можно ездить? Да, и еще можно ездить, и нормально все будет, у человека действительно способности, эти способности были и до прихода этих сущностей, просто через этих сущностей они усиливают его на помощь людям непосредственно, то есть, они говорят через него так же, как у Эдгар Акинса помогал. И почему многие сдаются вопросом, стоит, не стоит ехать и обращаться с таким людям? Я могу так сказать, многие известные даже в Америке врачи ездят в Индию и в Тибет, чтобы обучаться той самой нетрадиционной медицине, потому что я уже говорил как-то, да, что в 300-м году нашей эры буддисты знали о строении человека гораздо больше, чем современная медицина. Представьте, в 300-м году нашей эры они знали об энергетических потоках, они знали о системах лечения, о медицине не столько, что они, ну, как современным языком назвать, это я просто вот в социальную видео статью и как бы прочитал, в эту статью была ссылка на сайт с указанием, что они проводили, можно так сказать, медицинские конференции в 300-м году нашей эры. Представьте, и у нас в России тоже есть такие люди, которые известны, даже люди, которые ездили, обращались в Сирию, в американские клиники очень известны тратили огромные деньги, в израильские клиники, в немецкие клиники никто не мог помочь, в итоге этот человек ехал в горы к буддистскому монаху, который лечит травами, лечит энергетикой, да, и эта болезнь уходила, и человек приезжал в дел обследование и ничего не находило, ну, врачи поражались так-так, медицина не все может выучить. Хорошо, хорошо, дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям, я напоминаю, мы беседуем с Александром Алимовым, энергетический целитель, учитель, и мы, это центр Сангейтс, меня зовут Майкл Мелехов, руководитель центра, и то самое событие, о котором я говорил в самом начале программы, о котором мы обсуждаем сейчас с Александром, это курс, практический курс, развитие своих способностей, трансформация всех наших тел, как физического, так и всех энергетических тел, ну, аудитория наша достаточно подготовленная, чтобы понимать, о чем идет речь, поэтому, если у вас есть желание принять участие в обучении, стать студентом Александра Алимова, пожалуйста, обращайтесь к нам, это тройное WSungatesRadio.com, это Facebook SunGatesRadio, одноименный, или вы оставляете ваши вопросы, замечания, предложения в YouTube, программа записывается, и она будет выставлена в YouTube, как и все последующие программы, ну, кто находится на территории Соединенных Штатов, это будет вестись на русском языке, естественно, можете позвонить по телефону 847, можно позвонить из России, тоже это не имеет значения, единица, это код страны, 847-226-9956, SunGates108, это наш Skype, мы в следующей программе будем об этом говорить, ну, примерное время еще, когда начало еще не оговаривалось, ну, это где-то конец января, начало февраля месяца, я правильно говорю, Саша? Да, мы даже можем, в принципе, в этом месяце сделать даже два еще эфира выполнять. Да, мы сделаем еще два эфира, будет какое-то, наверное, полагаю, так, вводное занятие для тех людей, которые, в общем-то, хотят для интереса просто узнать, вообще, о чем идет речь, потому что, полагаю, так, что немногие знакомы, что, что это такое, Саша, тогда мы должны попрощаться, дело в том, что у тебя-то как раз уже довольно поздно, у нас еще разгар дня, а у тебя уже поздно, и завтра рабочий день. У меня сейчас еще практики пойдут. Вот, еще и практики пойдут. А завтра, с утра, как бы, и все сначала, и так вот, да, ну, главное, втянулся ты в этом дело, вот, главное втянуться. Ну, чего, дорогие друзья, я желаю всем нам. Последнее, что я хочу сказать, я тоже люблю тестировать все на самом себе, и, так сказать, не то, что я не верю, я верю, но предпочитаю получить мой собственный экспириенс, мой собственный опыт практически, и в частности, я попросил описать Александра пару дней тому назад одного человека, мне было интересно его мнение, ну, мнение, которое тоже мне дали мои знакомые друзья, специализирующиеся, будем говорить, в сферах эзотерической, там, наук, техник, Саша описал мне абсолютно один в один того человека, о котором духом не слыхивал, как говорится, но описал, и я узнал этого человека, это было действительно очень интересно и необычно. Саша, спасибо за интересную, как всегда, программу, у нас уже нету времени на вопросы, вот, два моих партнера, которые сидят рядом, они практически в шоке, у них дар речи отнялся, они бы и готовы спросить, но они должны переварить вначале эту информацию, а на следующей неделе, когда мы договоримся о следующем дне нашего эфира, мы, естественно, об этом объявим. Хорошо, тогда хорошая практика и спокойной ночи. Спасибо. Спасибо. И, дорогие друзья, спасибо вам, что вы нас слушаете. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok